добрый вечер я рад вас приветствовать наша сегодняшняя презентация она такая общеводная общеводная для тех людей которые либо собираются заниматься вопросами информационной безопасности либо те кто эта тема интересуется либо тем молодым специалистам которые хотят быть более высокооплачиваемые специалистами получать больше зарплат получать больше дополнительных плюшек за свою работу и быть вообще большими хорошим молодцами и так вот чтобы мне для себя немножко понять нас такая аудитория сегодня очень довольно интересная если в зале те кто уже сейчас работает по специальности информационная безопасность вот кто-нибудь есть специалист по безопасности который сейчас работает уже человек 5 6 7 ну 8 9 ну хотя бы немножко есть уже хорошо и будем считать что остальные как бы либо хотят в эту отрасль прийти либо эта тема интересна кто меня не знает вот я обычно хожу вот так вот даже есть галстук который я периодически надеваю вот я являюсь экспертного направления в компании solar security принципе информационной безопасностью я занимаюсь довольно давно я сделал довольно интересно на мой взгляд карьеру про который в том числе сегодня расскажу и который может быть неким началом пути для вас не подтолкнет вас к развитию в этой области посмотрим как я уже сказал я информационной безопасностью занимаюсь довольно давно а вот здесь на слайде вот моя первая визитка это 2007 год моя первая работа по специальности я работал в ржд инженер первой категории сектора защиты информации службы безопасности и режима ооо ржд и федеральная пассажирская дирекция в ржд да там очень было длинное название я до сих пор печалюсь когда-то мне надо писать в каких-то анкетах то что но очень длинном ну так или иначе вот это моя первая работа по специальности я начал работать после второго курса вот а по специальности начал работать в на четвертом курсе и как бы уже к кончанию своей пятилетки получил довольно неплохой на мой взгляд опыт который мне позволил дальнейшем удовольно пойти хорошо карьеру в 2007 2008 году я писал диплом по новой тогда и актуальной сегодня теме защиты от инсайдеров защиты от внутренних угроз от диплом я в дальнейшем очень серьезно пригодился его несколько раз удачно продал студентам которые хотели писать свои дипломные работы я его использовал в работе в компании лето когда я уже занимался консалтингом это много раз его использовал для написания научных около научных статей поэтому какой-то работа которая была сделана в рамках написания дипломной работы она не ушла в никуда в пустоту она оказалась такой полезный а вот и примерно года с 2012 у меня в моей трудовой книжке значит особо эксперт информационной безопасности сначала был экспертом компания без потом меня пригласили в компанию инфо watch и как бы сказать как бы ты же приходишь в другую компанию давай мы тебе сделаем должность как бы солиднее и назвали меня ведущим экспертом я спросил если другие эксперты сказали что нет ты будешь нас ведущим экспертом так записали мне в трудовой книжке а в компании solar security я тоже перелет как бы условно на повышение теперь я руководитель экспертного направления ну так или иначе по трудовой книжке я числюсь экспертом уже какое-то количество лет вообще если как бы классический способ вхождения в профессии по информационной безопасности это закончить получить высшее образование закончить специализированный там курс у нас в россии есть несколько специальностей которые учат специалистов по информационной безопасности но условно там немножко подразделяются по названию так или иначе вот список здесь представлен я пошел специальности классическим путем то есть я получил образование в области защиты информации я закончил его специальность организации технологии защиты информации и города получил свой диплом который написан специалист по защите информации буквально вот вчера пересматривал стандарт который определяет чему должны были меня учить по моей специальности, каким специалистом классным я должен был стать, там вот прям есть целый абзац, какие знания и навыки я вроде как получил после прохождения обучения в институте. Это как бы государственный стандарт, как у всех студентов по моей специальности. Организация защиты информации готовит так вот. Здесь много есть красивых слов. Вот, например, есть специалист по защите информации, выполняет сложные работы, связанные с обеспечением комплексной защиты информации на основе разрабатанных программ и методик, участвует в обследовании объектов защиты, их аттестации, категорирования, ну и так далее. То есть как бы здесь очень много таких прям правильных слов, и я прям, когда читаю их, прям радуюсь за свое образование, как классно, меня вот должны были обучить. Вот столько как бы хороших вещей я должен уметь как специалист после пятилетнего курса обучения. Все это выглядит хорошо, но меня что-то немножко начало настораживать, что вроде как по выходу из университета я не был вот таким классным специалистом, как описывает наш российский стандарт образовательный. То есть тех знаний, тех умений, которые там описаны, которые я предполагаю, что я мог бы делать уже прям как вот вышел из института и молодец, готов, я как-то вот не до конца получил. Я стал разбираться почему и полез дальше изучать образовательный стандарт. Он очень забавный, там прям написано количество часов, которые должны быть посвящены той или иной специальности. А так как это вуз у нас государственный, я учился бесплатно, мне даже иногда платили стипендию, как бы там четко прописана программа, вот сколько часов надо там потратить на физическую культуру, на математику и другие дисциплины. Вот эта вот выдержка за стандартом, то есть общие гуманитарные социально-экономические дисциплины, там 1800 часов это вот обязательно. Какое отношение это имеет к информационной безопасности? Непонятно, ну как бы вот общее развитие специалиста, школьника, студента, как бы надо. Общие математические, естественные дисциплины. Вот это уже более интересная вещь, это связанная с математикой, дискретная математика, физика, как бы уже больше можно инженерной специальности в дальнейшем привязать. Ну так или иначе специализации по информационной безопасности здесь еще как бы не пахло. Есть общие профессиональные дисциплины, 3,3600 часов, про них будет на следующем слайде. Есть забавная дисциплина специализации в количестве почти 1000 часов, там история современной системы защиты информации, система защиты информации в ведущих зарубежных странах. И вот такая вот публицистика, которая опять-таки к работе не имеет никакого отношения, но просто забавно, интересно, как бы часы добивает. Ну и факультативы. Факультативами по стандарту является военная кафедра. Я военную кафедру закончил, вот 450 часов стандарт отводит время на такие дисциплины. Всего часов обучения 8 с небольшим тысяч, 256 недель, и особо выделено в стандарте, что практики не менее 12 недель. Ну то есть как бы 256 часов мы как бы обучаемся теоретическим знаниям, учим экономику, учим философию, которые обязательно пригодятся нам в дальнейшей работе по специальности информационной безопасности. И вот на практику, там всю-всю практику, которая есть, по всем специальностям вот не менее 12 недель. Это вот первое, что мне бросилось в глаза. Потом начал смотреть вот именно блок, связанный с общими профессиональными дисциплинами, которые вроде как должен знать хороший специалист по информационной безопасности, который учится 5 лет по специальности. И тоже условно разделил его на два блока. То есть первая часть, это первый блок, а то, что в принципе как бы немножко может пригодиться специалисту по информационной безопасности, хотя бы потому что это как-то связано с его профессией. И вторая часть, это те часы, которые вроде как записаны, ну например, там безопасность жизнедеятельности. Ну как специалист по информационной безопасности, не будет знать, как там противогаз надевать, какие есть опасности, вибрации. Документоведение, социальная психология. Вот как бы те часы, которые обязательно студент проходит, ну вот к безопасности отношения не имеет. И получается очень печальная ситуация в том, что как бы вот на полезные условно навыки, ну там 12 полезных дисциплин, причем можно назвать их условно полезные, потому что они такие довольно водянистые и много теории, при этом не факт, что вам повезет с преподавателем, он вам расскажет что-то полезное, хорошее, вообще относящееся к вашей работе, отводится всего 2000 часов с небольшим. В общем, объеме курса, пятилетнего моего, это всего лишь 25% времени. И это большая печаль, ну как бы для специалиста, который в дальнейшем хочет работать по специальности, потому что, вроде как, 5 лет учишься, ну из которых 4 года с небольшим, ты получаешь то, что тебе действительно пригодится в работе. Причем как бы эти 25% вы еще делите, потому что там могут быть преподаватели, теоретиками, непрофессионалами и рассказывать просто общие вещи, связанные, например, с введением специальности целых 50 часов. Вот, то есть проблема нашего высшего образования, я посмотрел на той специальности, которую я сам прошел, есть ощущение, что на других специальностях ситуация примерно такая же. Заключается в том, что очень много теории, которая, к сожалению, оторвана от реальной жизни зачастую. Она может быть такой, как бы, хорошей, научной, интересной, там можно строить классные математические модели, которые, может быть, вам когда-нибудь пригодятся, особенно если вы будете разрабатывать какой-то сложный продукт или алгоритм, но при этом какой-то практической деятельности и вообще практических лабораторных работ и практике не дается никак. То есть как бы теоретические знания вам даются, но не факт, что они будут актуальны, а практических навыков вы не получаете, вот то слово «совсем». И в этом есть большая печаль. Причем, опять-таки, стоит понимать, что вот помимо того, что вот вам не додали по специальности, а не додают по специальности очень многое, вам не рассказывают, что дальше с этим делать. То есть непонятно, как в дальнейшем строить карьеру, непонятно, куда вообще идти работать, какие есть организации, какие есть актуальные проблемы в отрасли, какие есть актуальные продукты, решения, ну и так далее. То есть как бы вот как-то принимать, зачем и почему, не рассказывают. Опять-таки полностью упущен блок, связанные с некими социальными навыками. Коммуникации, презентации, переговоры, вообще как вот общаться с другими людьми в рамках рабочей деятельности. Это большая проблема. Вот такой тезис пришел мне в голову где-то несколько месяцев назад, что как бы современные вузы, как бы все там технические вузы, гуманитарные вузы, которые говорят, что мы будем готовить специалистов по информационной безопасности, к сожалению, готовят специалистов именно по информационной безопасности. То есть как бы по старым методикам, по старым идеям, ориентируясь на защиту, там не знаю, бумажного документооборота. При этом вопросы cyber security, защиты цифровых данных использования, современных цифровых средств обработки информации, защиты информации практически не используются. Это очень хорошо видно. Когда я работал в компании «Лето», мы начали очень быстро расти, мы занимались консалтингом, и в какой-то момент времени нам надо было очень много набирать народу. У нас очень серьезно увеличился пул заказчиков. Тогда стартанули требования по защите персональных данных, надо было приводить в соответствие все компании российские, которые обрабатывают персональные данные. То есть было очень много консалтинговых проектов, и нам надо было набирать персонал. И мы стали набирать персонал из выпускников, из студентов. И тогда было очень много собеседований. Я тогда, наверное, отсмотрел человек 70-80 специалистов, которые первично смотрели уже отдел кадров. И вот такой стандартный вопрос работодателя, на который было печально получать ответ. То есть в какой-то момент времени мы поняли, что как бы сильных специалистов на рынке, а молодых нет. И надо понять, что есть и что с этим делать. И стандартный вопрос был, а вообще, ребята, вы специалисты, которые вроде как закончили вуз, которые хотите работать по специальности информационной безопасности, вообще, чего вы знаете? Хотя бы там что-то вы знаете, расскажите, чего знаете? Чего у вас научили в рамках вашей школьной программы? Может, какие-то лабораторные делали? Чего знаете? Вот стандартный ответ был примерно вот такой вот. Ну, понимаю технические каналы утечки информации, ну, как бы, вот, виброакустика, там, наши все, там, выкидывают документы бумажные, это тоже, как бы, канал утечки информации технический. Вот, как бы, нам это рассказывали, нам показывали, как это действует, как бы, да, потратили на это, не знаю, часов 80 времени, вот, это знаю хорошо, готов общаться на эту тему. Хорошо знают криптографию. Криптографию хорошо знают по одной простой причине, она не сильно меняется за годами. Там довольно базовый математический аппарат, который хоть и развивается, но не так уж широко и глубоко. Криптографию преподают в университетах, на мой взгляд, хорошо. Проблема в том, что криптография в дальнейшем вам приводится, как бы, не сильно, потому что вы либо используете в стандартной библиотеке, либо средства криптограммической защиты, а на разработку криптоалгоритмов, ну, там, не знаю, там, есть какой-то, там, доля, сотая процента выпускников будет заниматься, ну, это хорошо. Но криптографию обычно знают. Не особо она нужна, только математический аппарат криптографии, но ее знают. Ну, еще проходили конфиденциальное дело производства, и последние годы начали обучать вообще защите персональных данных. Вот, как бы, это вот тот, как бы, минимум, который, даже максимум, то, что специалисты, молодые студенты обычно говорят, что, как бы, мы вот знаем, как бы, мы готовы. То, что это, как бы, особо не нужно, ну, к сожалению, вопрос второй. А есть еще продолжение. В этих дискуссиях тоже, опять-таки, понять, насколько молодой специалист, молод, горящий, вообще знает тематики информационной безопасности, готов с ней заниматься и развиваться, можно спросить простой вопрос. Какие книги вы читаете по информационной безопасности? Может быть, блоги читаете, конференции, посещаете выставки? Расскажите, пожалуйста, может быть, какие-то курсы проходили? Там много бесплатных курсов. Сейчас есть в интернете, есть платные курсы, как бы, куда развиваться специалистам. Сейчас стало все больше и больше. Я заканчивал университет в 2008 году, тогда только начало зарождаться, это была большая печаль. Сейчас у нас есть там Интуит, Крусера, есть вот, не знаю, вот эта замечательная презентация. Раньше такого ничего не было, то есть информации было мало. Вот, и, к сожалению, вот на такой вопрос, как бы, чего вы знаете, чего умеете, чего читаете, как бы, по профессии, по специальности, тоже стандартный ответ, примерно вот такой. Ну, к сожалению, ничего, пока ничего. Как-то не довелось. Но, если надо, вот это обязательно, как бы, вот, все, какую книжку прочитать, прочитаем за ночь, расскажем вот к следующему, там, собеседованию, если надо будет. Выставка, как бы, пойдем на любую, куда скажете. Ну, вот, к сожалению, то есть такая стандартная ситуация, когда молодые специалисты, они, в принципе, что-то знают, но знают не актуальные знания, не обладают навыками, и, как бы, вот, как их использовать в дальнейшем, непонятно. И в такой ситуации, как бы, выход только один, брать молодого специалиста, его переучивать, доучивать и затащивать уже под свои задачи. Это долго, дорого и, как бы, и довольно печально. Стандартный вопрос вообще, куда может человек после получения, там, каких-то знаний и навыков пойти в информационной безопасности? Вопрос вроде, как бы, простой, но он говорит о том, какие знания и навыки должен этот человек в себе содержать? Что должен уметь? То есть он может пойти, как бы, стандартно защищать информационную безопасность в какую-нибудь государственную организацию, в коммерческую организацию, он может пойти в интегратор, в консалтинг, он может пойти, как бы, в какие-нибудь новомодные стартапы, это сейчас, как бы, стартапы по информационной безопасности сейчас в тренде. Это я вам говорю, как эксперт фонда Сколкова, я там периодически осматриваю различные предложения стартаперские. Можно пойти, там, в security operation center в первую линию мониторинга, а если вы обладаете сильными знаниями, то это может быть и вторая линия мониторинга. И, как бы, тут много чего. Как бы, это такой, как бы, список, мест, куда может пойти специалист, он не ограничивается вот этими, как бы, блоками. Здесь важно понимать одну простую вещь. В зависимости от того, куда вы пойдете, в какое вам, как бы, направление, значит, вы будете либо много работать, либо будете работать мало, будете много получать, будете мало получать, вы должны будете знать, не знаю, там, что связано с комплайнсом, вы должны знать, там, сетевую безопасность, вы должны хорошо писать документы, либо, там, вы должны хорошо работать с железными средствами защиты информации. От того, куда вы пойдете, у вас, в принципе, много-много есть различных вакансий, куда может специалист попасть, даже как бы молодой. Я тоже попытался здесь некий перечень набросать, их очень много. Причем, если вы обратите внимание, вот эти все специальности, причем это уже условно такие рабочие специальности, то есть человек может заниматься администрированием средств защиты информации, человек может быть методологом, аналитиком, писать документы, он может пойти в интегратор и заниматься консалтингом, не знаю, по приведению в соответствии тому же федерального закона персональных данных, он может заниматься исследованиями уязвимости, проводить пентест, он может работать в первой линии мониторинга СОКа, он может преподавать в ВУЗе либо в коммерческой организации, если у него есть какой-нибудь хороший курс, и он молодец, умеет преподнести грамотность своей речи и выстроить программу курса. То есть очень много есть специальностей, связанных с информационной безопасностью. Даже если вы просто пойдете за вендора и будете продавать его решения, будете заниматься продажами, если у вас есть хороший бэкграунд в области информационной безопасности, вам будет проще общаться, договариваться с клиентами и продавать решения по информационной безопасности. Опять-таки, обращу внимание, что направлений, куда пойти работать, много. И в зависимости от того, в какой отрасли вы работаете, то есть, условно, если вы пошли работать в интегратор, то вы будете либо там пресел-инженер, либо там консультант, либо аналитик. Если вы пойдете работать, то будет либо первая линия, либо вторая линия. Ну и так далее. Соответственно, навыков и знаний надо получить разное количество. То есть, некого универсального решения нет, но мы попробуем чуть-чуть попозже, наверное, с вами найти. Вот такую цитату я обнаружил где-то лет 5 назад, и она мне очень-очень нравится. Тогда еще был очень популярный ресурс Башорк. Сейчас он уже, к сожалению, таким является олдскульным ресурсом. Цитата простая о том, как молодой человек сдает экзамены, насколько я понимаю, в юридическом университете, ничего не знает, ему ставят оценку, отлично. Он удивляется, говорит, почему мне так поставили такую хорошую оценку, и на что его преподаватель четко говорил. Запомните, молодой человек, чем меньше вы знаете, тем я более ценна, как специалист. Это работает. На самом деле, чем меньше хороших толковых специалистов, чем меньше знают выпускники в вузах, тем мне, как специалисту со стажа, платят больше. Как бы работает, могу вам сказать, очень хорошо гарантированно. Это и проблема для работодателей, и челлендж для молодых специалистов. Если вы не занимаетесь самообразованием, никто вас заставлять не будет. В вузе-то точно на работе попробует в ваши головы вложить какие-то знания. Если вы будете сильно сопротивляться, с вами расстанутся. Но так или иначе, вопрос получения знаний – это ваша задача, это ваша мотивация. То есть, если вы будете получать актуальные знания, актуальные навыки, переменять их в дальнейшем в жизни, вы можете хорошо подняться в любой специальности. Это не обязательно будет информационной безопасности. Может, IT, юриспруденция, не знаю, правоохранительные органы. Не принципиально. Просто надо этим заниматься. Если вы не занимаетесь, ну окей, тем, кто этим занимается профессионально, будет платить больше. И спасибо вам за это. Персонала по информационной безопасности, специалистов по сайбер-секьюрити, по защите информации в мире не хватает. Вот есть такая официальная статистика, что в 2015 году не хватало в мире полтора миллиона человек. Это при том, что вузы куют кадры. Открытых вакансий полтора миллиона. И к 2022 году почти два миллиона человек не будет хватать. То есть, как бы тех кадров, которых на рынке не хватает. Это говорит о том, что либо выпускают кадры с недостаточной компетенцией, с недостаточными знаниями. Это говорит о том, что как бы те, кто есть уже на рынке, те, кто будут платить больше, их будут переманивать в другие компании с увеличением заработной платы, с увеличением каких-то дополнительных плюшек и бонусов. И как бы такая тенденция есть. Специалистов по информационной безопасности в мире недостаточно. То есть, как бы есть такая классная возможность прекращать себя как специалист и продать себя за дорого в любую организацию. Тоже замечательная аналитика. Аналитика, к сожалению, 2015 года, но вырасти сильно не должна, потому что она как минимум в долларах, это условно рейтинг топ-10 самых высокооплачиваемых работ специальностей в области информационной безопасности, именно сайбер-секьюрити. Платят в мире довольно много. То есть, как бы топ-10 специальностей, там различные chief security officer, security consultant, cyber security leader, директор по безопасности, ну и так далее. Получает много. Это годовые заработки, среднегодовые заработки. Как бы тут на последнем месте 165 тысяч долларов годовая. Ну и вот как бы классные специалисты могут получать там 233 с небольшим тысячи долларов в год. Это платят уже сейчас. Как вы понимаете, кадров не хватает, и вот эти средние заработные платы, они будут только расти. В России чуть меньше, но об этом как бы чуть позже. Потому что, если вы крутой специалист по информационной безопасности, вы можете уехать и на запад. У меня довольно много знакомых так сделало, и как бы сейчас живут, не знаю, там в Нидерландах, в Чехии, и как бы получают хорошую зарплату в евро. Обратите внимание, еще вот тоже с того же сайта другой отчет. Говорит о том, что специальность, значит, аналитик по информационной безопасности, ну, которая содержит в себе функционал, ну, условно, второй линии мониторинга, второй линии СОКа, является очень классной специальностью, как бы из тех security специальностей считается самой лучшей в мире. То есть аналитик по информационной безопасности, самая лучшая специальность по информационной безопасности. Этот рейтинг составляется по ряду критериев, то есть здесь не только заработная плата. Если предыдущий слайд, он был только про деньги, кто сколько может зарабатывать, то этот слайд, он, этот рейтинг, он идет по совокупности. То есть здесь рассматриваются зарплаты, здесь рассматривается вообще возможный рынок рабочий, возможности дальнейшего роста, насколько эта профессия дает много стресса, насколько она соблюдает work-life balance, то есть как бы баланс между работой и личной жизнью. По этому критерию аналитик, он получил очень большой рейтинг, как бы входит номером 52 лучшей работы в мире, номером 52 и номером 7 в лучшей технологической работе, то есть в лучшей работе в IT-сфере, номер 7. Средняя зарплата медианная 90 тысяч долларов в год, при этом это медианная зарплата, там примерно 75% специалистов получают больше сотни, то есть там средняя арифметическая будет больше. Слуш, на первом месте, кстати, если кому интересно, вот как бы из 100 лучших работ в мире, на первом месте находится донтист. Донтист считается самой лучшей работой в мире, там вот по совокупности этих всех критериев. На сотом месте, тоже удивительный факт, является помощник донтиста. И вообще как бы медицинские специальности, они во всем мире признаны довольно серьезными, в этом рейтинге 100 лучших профессий, ну по моей прикидке, где-то порядка 20-30% это именно врачебные специальности являются таким классным. Security специальность только одна, это вот аналитик по информационной безопасности, но на 52-м месте, что как бы очень круто. Поэтому если вы развиваетесь в области информационной безопасности, вы можете дорасти, доработать до аналитика и получить лучшую специальность в мире по информационной безопасности. По-моему, это прикольно. Что в России, как бы зарубежный рынок, он, конечно, интересен, это как бы там сотни тысяч долларов, это все классно, но как бы мы живем в России, хорошо, если мы живем в Москве, как бы в Москве рынок по информационной безопасности, он чуть шире, чем в регионах, и платят больше. Вот буквально вчера заходил на headhunter.ru, заявил простой поисковой запрос информационной безопасности, какие есть вакансии, и вакансии выпало мне там 700 с лишним, это только по Москве. То есть как бы платят довольно много, например, там специалист по информационной безопасности банка, не указано, какая сумма руководителя отдела информационной безопасности до 120 тысяч рублей, младший специалист по информационной безопасности 30 тысяч рублей, ну и так далее. То есть как бы вакансии 700 с лишним. И опять-таки это те вакансии, которые публикуются на headhunter, на самом деле вакансий как таковых намного больше, просто не все компании публикуются в открытых источниках. Некоторые набирают из своего кадрового резерва, некоторые работают с определенными вузами, некоторые собирают сотрудников другими способами. В целом очень хорошие дорогие специальности на headhunter, ну как дорогие, там типа 500-600 тысяч рублей, вы скорее всего не найдете, но такие запросы, они периодически приходят. То есть на рынке информационной безопасности в России как бы есть зарплата специалистов, руководителей, там 400-300-500 тысяч рублей в месяц, такое бывает. А при этом, что как бы вакансий довольно много, намного больше есть как бы желающих получить более высокооплачиваемую работу. То есть как бы по запросу уже компаний, специалистов по информационной безопасности, то есть как бы я хочу себе специалистов, находится почти 90 тысяч резюме, найдено почти 30 тысяч соискателей, ну как бы там в разы больше. Причем довольно интересная есть как бы зарплата до 35 тысяч, от 170 тысяч рублей вот есть аж 1170 резюме, как бы людей, которые готовы рассматривать предложение о работе от 170 тысяч рублей, ну больше тысячи человек по Москве. Ну прикольно. То есть как бы спрос есть, люди есть. Не находите тот факт, что как бы людей намного больше, чем вакансии, и вакансии постоянно висят открытыми. Не настораживает ли это вас так, как меня? Меня это настораживает, это говорит о том, что тех людей, которые готовы выходить, работать по специальности, их знания и навыки не соответствуют ожиданиям работодателя. Я как работодатель, я уже рассказывал, довольно много провел резюме, и как бы, ну если один из десяти пришедших проходит дальнейшее собеседование, то это хорошо. Ну как бы 9 человек, они отметаются на первом этапе собеседования. Сколько человек отметается на этапе рассмотрения резюме HR, это много, еще больше. Опять-таки, смотрим российский рынок по информационной безопасности, я каждый год стараюсь находить вот этот номер журнала, это журнал компании Superjob, зарплатомер, они его выпускают, по-моему, ежемесячно, и вот как бы один раз в год в нем можно найти информацию о том, сколько зарабатывают, сколько есть предложений в России, по двум направлениям, значит, специалист по информационной безопасности и руководители по информационной безопасности. Я такую аналитику стараюсь для себя набирать, хранить и как-то ее анализировать. Например, можно прийти к руководству, сказать, что средняя зарплата такая, это у меня ниже, почему? Давайте повышать, потому что средняя вот такая вот. Как бы очень удобный инструмент, рекомендую пользоваться, если вы являетесь, работаете уже по специальности. Там рассматривается как бы типичный функционал специалиста по информационной безопасности, типичный функционал директора по информационной безопасности, как бы то, с чего работодатели вкладывают в это понятие. Не буду об этом останавливаться. Есть просто сделан несколько табличек, сколько как бы в принципе готовы платить специалистам по информационной безопасности и директорам. Обратите внимание, что здесь очень четко идет градация, во-первых, по отраслям, во-вторых, по региону. Здесь выбрана Москва и Санкт-Петербург, в регионах примерно в полтора раза платят меньше. Там полтора, один и три, в один и два раза, в зависимости от региона. И очень серьезно увеличивает заработную плату, соответственно, с количеством лет опыта. То есть здесь самое максимальное, это от трех лет для специалиста, для финансовой отрасли готовы специалистам платить в среднем 75 тысяч рублей в Москве. На мой взгляд, довольно неплохой уже зарплата. У руководителей все интереснее. Значит, там готовы платить уже почти 200 тысяч рублей для Москвы, средняя зарплата, но при этом для серьезных вакансий там уже появляются серьезные сертификаты. Наличие сертификатов CSSP, CISM, ну и других, как бы является обязательным для дорогих высоких должностей. Опять-таки посмотрел, что требуют по наличию сертификатов. Вот здесь представлены различные сертификаты для специалистов по информационной безопасности. Есть условно простые, как бы, CompTIA Security+, наверное, самый простой из этих является. А CISO, CISM, CISP, они более сложные. Там помимо того, что надо сдавать экзамен, большой и сложный на английском языке, там надо еще иметь определенный опыт работы, чтобы подтвердить получение сертификата. Запросов немного, но как бы на HeadHunter, вот CISO, Certified Information Security Auditor, либо Certified Information Security Manager, вот там 38 и 14 вакансий открыты на вчерашний день. И как бы, соответственно, обычно за такие вакансии наличие сертификатов там доплачивают. Это хорошо работает в консалтинге, в консалтинге, за наличие в верхнем уровне таких серьезных сертификатов обычно доплачивают определенный процент. Соответственно, если вы только начинаете идти по пути информационной безопасности, вы можете вот как бы на эти крутые сертификаты не сильно смотреть, потому что для их получения вам необходим опыт и подтвержденный опыт. Вы можете сдать экзамены, хорошо, но вам не выдадут заветную бумажку, вас мне присвоят соответствующий титул, если у вас там нет соответствующего опыта. Ну, по большинству из них. Вот по первым, наверное, пяти. Остальное, наверное, можно без опыта сдать. Хотя КомпТес и Юрити Плюс не уверен. Сейчас, по-моему, тоже нужен опыт. Вот. Если бы я бы сейчас изучал, начинал входить в профессию, уже как бы что-то в ней разбираться, я бы пошел бы по пути получения вот этого сертификата. Это новый сертификат ИСАКО. Буквально несколько лет как действует. Это некий, это первая ступень по получению линейки сертификатов в области сайбер-секьюрити. Экзамен стоит 150 долларов, всего 75 вопросов, 65% проходной балл. Это как бы очень, как бы, легкий считается экзамен. Потому что вот в тех предыдущих экзаменах, например, там, ЦИСМ, это 150 вопросов. И проходной балл там повыше идет. Значит, можно подготовиться для студентов. Методичку можно вообще получить бесплатно на сайте ИСАКО найти. Зарегистрироваться как студент. И методичка, она, помимо того, что она подготовит вас к экзамену, который вроде как бы в России вам не особо и нужен, но он, по крайней мере, покажет, как бы, те области знаний, которые необходимы специалисту по информационной безопасности. Что надо знать? Потому что, например, вопросами управления инцидентами, реагирования на инциденты, в УЗЕ не учат это слово совсем. То есть, как бы, получается, выходит на свет специалист по информационной безопасности, который не знает, что такое инциденты, и как бы, чего с ними делать, и зачем они нужны. В то время как в реальной работе безопасника управление инцидентами является важным и чуть ли не первостепенным процессом, на который надо ориентироваться и понимать его. Соответственно, даже если вы не хотите сдавать какие-то серьезные сертификаты, даже простые сертификаты по информационной безопасности, я рекомендую изучить гайд. Гайд небольшой, по-моему, ставим 150 страниц легкого английского языка, который, как бы, вам хорошо промоет мозги и, как бы, ведет по нормальному вас в специальность. Это не те 50 часов вымученных, которые вам давали в УЗЕ, которые вам никогда в жизни не пригодятся, а это, как бы, простая сжатая теория без воды, которая расскажет, что такое информационная безопасность в реальной жизни, причем по правильным доменам. Поэтому рекомендую. Если вы вообще в информационной безопасности никогда не занимались и просто, как бы, хотите посмотреть, как бы, тебе классные зарплаты можно получать, как бы, хочу, как бы, с чего начать. Я рекомендую, и, в принципе, вот, много лет назад мое дополнительное образование в области информационной безопасности, оно началось вот с сайта Интуит. Тогда он вот только-только начал появляться, зарождаться, это сайт на русском языке, на котором собраны бесплатные курсы, ну, там, по разным областям, там есть менеджмент, есть IT, есть большая подборка курсов по информационной безопасности. Не могу сказать, что они очень хорошие и качественные, они, скорее всего, будут, как приличные курсы, которые вам должны были читать в университете. Но так или иначе, как бы, с этих можно начать, если вы этой тематикой вообще никогда не занимались. Тут есть, я не знаю, курсы по основам информационной безопасности, по основам стандартов, по основам криптографии, то есть какие-то базовые вещи, которые, если вы в институте не доучили, то, как бы, вы можете изучить их здесь. Например, как я уже говорил, я начал работать с четвертого курса, и дальше я работал в пятидневку. То есть у меня было нормальное стандартное образование, стандартная учеба, очная, и я работал в пятидневку, то есть пять дней в неделю днём. Соответственно, я в УЗе мог появляться один раз в обед, я не очень далеко работал от УЗа. Значит, после шести часов я успевал съездить на одну пару, и суббота это как бы был моим днём. Соответственно, я пропускал довольно большое количество лекций, но за счёт того, что я уже работал по специальности, я наработал большое количество практики, а теорию я очень много изучил на этом сайте. Например, с криптографией я познакомился на этом сайте, и криптографию, основа криптографии, базовые алгоритмы, на нем рассказывают хорошо. Поэтому если вы с цифропосудной безопасностью не знакомы, либо не знакомы с отдельными областями, либо хотите изучить менеджмент, IT, программирование, можете начать с него. Он довольно простой, он на русском языке и бесплатный, что очень удивительно. Вот, рекомендую. Я в свое время, не знаю, курсов, наверное, 15-20 прошел, как вы уже слышали, я работал в РЖД, там как бы в госорганах не сильно напрягаются работы, там у меня было свободное время, я мог в рабочее время посидеть, почитать, это было приятно. Потом я ушел работать в консалтинг, в компанию Лето, и там приходилось работать очень много, часов по 10-12 порой в день, и там уже было не до самообучения в рабочее время, по крайней мере. Вот. Если вы все-таки уже являетесь серьезным специалистом или специалистом с опытом, которому как бы неинтересно считать основы, вы можете читать и готовиться к серьезным экзаменам, как бы можете купить, либо найти в интернете гайды по крупным экзаменам. Опять-таки, даже если вы не хотите готовиться к сдаче экзамена, экзамен стоит дорого, в рядов сетево сдача довольно низкая, то есть меньше 50% их сдают, эти экзамены с первого раза. Я, например, CISM сдал с третьего раза, при том, что он стоит примерно 400 долларов за попытку, то есть это была большая печаль. Вот. Еще раз обращу ваше внимание на то, что когда вы будете готовиться к экзаменам, либо будете читать гайды, вы посмотрите вообще, какую теорию вы должны как бы понимать, какие навыками вы должны обладать, и чего знать. Вот в той или иной области. Если вы там хотите быть менеджером, вот CISM. Если вы хотите заниматься пентестами, вот вам цех. Если вы там собираетесь понимать какие-то более глубокие тематики технически, вот это вот CISM изучать. Изучать теорию по стандартам, по подготовке к ним, на мой взгляд, очень хорошо. Она как бы открывает глаза и понимание того, что как бы в ВУЗе вам многое не додали. Вот. Важно понимать, что работнику, в принципе, платить за ту ценность в компании, которую он приносит, которую он дает в компании. Это, в принципе, довольно очевидный посыл. Надо понимать, как эту ценность повышать. Соответственно, вы повышаете себя либо как незаменимого специалиста, как ответственного специалиста, как результативного. Вы там стараетесь получить новое свежеактуальное знание, вы постараетесь хорошо исполнять свою работу и так далее, и так далее. И как бы к этому надо готовиться, а как готовиться, непонятно. Как повышать свою ценность. Об этом, как опять-таки, ВУЗе не учат, это надо уже методом проб и ошибок пытаться понять. Тоже вот такая базовая идея, на которую хочу обратить ваше внимание, на мой взгляд, она очень правильная. То есть то, что вы делаете со своим оплачиваемым временем, определяет ваш текущий доход. Если вы хорошо работаете на работе, вы можете хорошо зарабатывать на текущей работе. То, что вы делаете со своим неоплачиваемым временем, определяет ваше будущее. То есть то, чем вы занимаетесь вечером, вы там, не знаю, пьете пиво в парке с друзьями, либо там готовитесь к экзаменам, читаете книжки, посещаете текущую лекцию, либо, не знаю, катаетесь на велосипеде по паркам. Как бы и то, и другое дает вам определенные плюсы, но если вы хотите зарабатывать там в дальнейшем больше денег, быть хорошим специалистом, то, к сожалению, вам придется добирать материал, добирать новые навыки, добирать новые знания вам в нерабочее время. В нерабочее время вы тоже это можете делать, но тогда как бы ваш прогресс будет не столь очевиден, не столь быстро и полезен. На это вот обратите внимание, такой посыл. Да, вопрос с мотивацией, он очень важен, и как бы без мотивации никуда. То есть, как бы в какой-то момент времени вам придется условно себя перебороть, постараться, там, не знаю, подготовиться к экзаменам, почитать правильную книжку, а не сходить там с друзьями в кино. Но тут надо понимать, для чего вы этим делом занимаетесь. То есть, вы хотите быть хорошим специалистом в будущем, ну, либо быть посредством специалистом, и вообще будете ли вы работать по специальности, или там, не знаю. Тут каждый сам выбирает для себя. Вопрос мотивации, на мой взгляд, он так или иначе, в какой-то момент времени он встанет перед вами. Вопрос мотивации, вопрос выбора, от чего делать, от чего не делать. Вообще, как бы, если строить карьеру, надо понимать, куда ее строить, куда идти, чем заниматься, вообще чего делать. Я читаю очень много книг. Читаю очень много книг, в том числе по менеджменту, по личному развитию, ну, и так далее. Различные кови, различные методики, там, совершенствования, методики, там, про развитие своей собственной карьеры, и так далее, и так далее. Вот. И как бы это все очень было мило и забавно. Это пару лет назад, мне было делать нечего, я решил сделать там свою модель, как бы. Классные, ребята пишут классные книги, как бы, по мотивации, и так далее. Почему бы не сделать собственную модель для развития специалистов? Причем, как бы, сделать ее универсальной, чтобы любой специалист любого профиля, он мог быть молодцом в своем деятельности. Либо он там специалист по информационной безопасности, не знаю, хоть продавец мороженого, хоть, не знаю, молодой стартапер, который поднимает свой бизнес, делает мир лучше, чище, справедливее, так или иначе, некая модель. Вот. Думал и придумал такую идею. То есть, как бы, все любят акронимы, там есть всякие там смарт-идеи. Вот. И тоже сделал свою, как бы, концепцию развития карьеры для специалистов. Значит, она состоит из, как бы, из четырех букв, как бы, некая лодка, некая метафора лодка викингов, которая может плыть в дальние земли, покорять их, возвращаться с золотом и героями, либо, если она сделана плохо, команда не обучена, разбиться о первых попавшихся скалах, и, к сожалению, ни к чему полезному вас не привести. То есть, как бы, чем лучше ваша лодка, чем лучше ваша команда, ваши паруса, ваше оборудование, тем, как бы, вы будете более успешны в жизни. Значит, концепция построения карьеры. Концепция довольно простая, строится из акронимов. Общую метафору я вам рассказал, это некая лодка викингов, которая может достичь новых берегов, завоевать новые земли, перевести горы, сокровища, и вообще, как бы, перевести вас к успеху, а может разбиться на камнях, потому что вы не справились с управлением, или вы построили ее плохо. Условно, берем четыре буквы, составляющие английское акроним, слово лодка. Значит, B это basis, это некие хорошие системные знания, которые у вас должны быть по некой области. Если мы говорим про информационную безопасность, это, как бы, те основы безопасности, которые, как бы, информационные, которые, вроде как, вам должны были заложить в ВУЗе, ну, либо вы их закладываете самостоятельно. О, это objective, это глубокие экспертные знания определенной узкой области, ну, и так далее. Сейчас расскажу, наверное, про каждую из них. То есть, первоначально у вас должен быть какой-то сильный остов лодки, то есть, как бы, тот каркас, который позволит вам противостоять волнам, камням и, в принципе, куда-то двигаться. То есть, как бы, если вы получаете хотя бы какие-то базовые знания по информационной безопасности, это вот вам поможет куда-то достичь какой-то цели и куда-то, в принципе, с вашего островка доплыть. То есть, некие хорошие системные знания, базовые, которые вам бы хорошо получить. Как я сказал, если вы этому не получили в ВУЗе такие знания, а, скорее всего, вы их не получили, вы их можете попробовать самостоятельно наработать, например, читая книги по информационной безопасности, готовясь к курсам, потому что там достаточно системно показана та или иная область. Соответственно, как бы, первая буква – это B, базис, некая основа, базис вашей лодки. Вторая – это objective, это та цель, это то стремление, которое помогает вам двигаться быстрее, двигаться лучше. Это паруса и весла вашей лодки викинга. Когда у вас есть хорошее базовое знание, которое вы можете как-то их использовать в своем, не знаю, рабочем, трудовом дне, если вы будете хорошо знать какие-то отдельные области, ну, например, если вы занимаетесь информационной безопасностью, например, вот вы хорошо разбираетесь там в сетевой безопасности, либо вы хорошо разбираетесь, понимаете, как настраивать там DLP-системы, вы хорошо знаете международные стандарты информационной безопасности, вы замечательно разбираетесь, я знаю, в законодательстве российской по персональным данным, как бы глубоко эту тему прокопали, и вы можете сделать это в некой своей специализации, и на этом либо отдельно зарабатывать деньги, либо это будет выделять вас как специалиста, который как бы много чего знает, как бы неплохо, а вот эту область знает прям очень хорошо, давайте вот к нему придем вот с этим вопросом. Соответственно, люди, которые хорошо разбираются в какой-то конкретной области, становятся экспертами в этой области, а экспертам обычно и платят больше, и авторитет у них выше, и как бы алкоголь женщины и там другие плюшки к ним приходят. Вот, соответственно, как бы в нашей этой лодке, которая вас может привести к некому успеху, в том числе финансовому, вот буква O, objective, цель и стремление, которые, они могут быть вам полезны. Третья буква, это achieve, это достигать, то есть то, что помогает вам доводить дело до конца, это та команда викингов, которые высаживаются на чужеродные земли, вспахивают их, зарабатывают деньги, которые как бы грибут веслами, если на море штиль, помогают вам ставить паруса, если очень сильный ветер, и как бы та команда, которая позволяет вашей лодке вот как бы в открытом море жизни правильно выбирать направление, правильно достигать какого-то результата, даже если у вас там поломалась мачта в какой-то момент времени, они могут вам помочь там на веслах добраться до берега. По сути дела, та команда лодки, это как метафора, этот третий блок, это ваши личные качества, это те софт-скиллы, социальные качества, которые вам помогают в жизни, например, это могут быть презентационные навыки, когда вы можете грамотно и красиво презентовать свою идею, сделать презентацию, сделать красивые слайды. Это, например, коммуникативные навыки, когда вы являетесь мастером переговоров, вы можете договариваться, вы можете собирать информацию, вы можете доносить правильно свои мысли и идеи. Это могут быть навыки работать с информацией, когда вы являетесь хорошим аналитиком и можете быстро там нагуглить что-то полезное. То есть это те навыки, которые, к сожалению, в школах, в институтах не учат, но которые вам позволяют в жизни достичь довольно многого, даже если вы, в принципе, плохо знаете специальность. Я в своё время, посоветовавшись старших товарищей, начал заниматься какими-то курсами ораторского искусства, ходил на курсы, связанные с переговорами, на курсы, связанные с проведением презентаций, и эти свои навыки периодически прокачиваю. В том числе читаю книги, практикуюсь много, презентации читаю, тоже нарабатывает определённые навыки. И, как оказалось, я в этих навыках ушёл довольно вперёд многих, и это даёт большие плюсы при устройстве на работе. У меня сложилась такая гипотеза, которую, в принципе, можно попроверять и посмотреть на друзьях и знакомых, что даже если специалист обладает средними знаниями, базовыми специальностями, не очень глубокими знаниями, экспертными, но при этом может хорошо себя преподнести работодателю, может хорошо общаться с ним, может правильно преподнести, показать результаты своей работы, то он, скорее всего, договорится на большую зарплату, чем хороший технический специалист, который, в принципе, с людьми плохо общается, является жутким интровертом и вообще умеет только читать и кодить. По мне, скорее всего, это не видно, но я жуткий интроверт. Как бы я не люблю общаться с людьми, я не очень люблю выступать на публике, а вот эти навыки публичных выступлений, в принципе, донесения информации – это прокаченные навыки за многие года. Вот такой вам пример, считайте, перед глазами у вас есть. То есть навыки переговоров, навыки публичных выступлений, вообще коммуникации с другими людьми, правильных коммуникаций, которые ведут к определенным целям, которые позволяют достигать необходимых результатов, они прокачиваемые. Соответственно, вы можете узнать, как правильно вести переговоры, как ставить цели, как их достигать, как заниматься собственной мотивацией, потом попробовать это делать, и, в принципе, это получается. Вот на своем примере точно могу сказать, что это работает. Соответственно, вот эти переговорные навыки, они очень помогают, например, при устройстве на работе. Вы приходите с работали и говорите, ребята, я такой классный пацанчик, как бы знаю много по информационной безопасности, и я готов общаться с разными людьми, работать в команде, и вообще ориентирован на результат. Платите мне там побольше, чем бы вы хотели. И обычно на это соглашаются. Поэтому эти навыки, в принципе, окупаются. У меня есть ощущение, что вот все эти базовые тренинги личностного роста, коммуникации, артурского мастерства, переговоров, они, в принципе, окупаются в течение, допустим, полугода, год. Я в свое время даже прошел курс, довольно длинный курс 100 часов, как бизнес-тренер. Это постановка учебных курсов, это работа с группами, и как бы такая вот большая вещь для работы на большую аудиторию. Потратил на него очень много денег, и в целом я считаю, что навык публичных выступлений, составление презентации, работы с аудиторией, составление учебных планов хорошо у меня прокачался, я, в принципе, иногда тоже могу делать деньги, проводить какие-то курсы, ну, это как такая побочная деятельность. А то, что у меня этот навык, он прокачался, и мне позволяет лучше выполнять свою работу, лучше доносить свои мысли и идеи, и за счет этого мне платят больше. Ну, я эти курсы купил уже многократно, поэтому рекомендую. Соответственно, все, что связано с личными качествами, мы про них еще немножко дальше поговорим. Вот на это обратите внимание, это как бы тот третий блок нашей лодки викингов, которые помогают вам хорошо плыть. Соответственно, если у вас, ваша команда это здоровье на качественные мужики, которые могут делать там пять грибков, вместо обычных мужиков, которые делают один грибок, как бы вам будет лучше, и ваша лодка будет быстрее достигать ваших целей. И четвертая часть – это тактикал, тактикал альянс, это некий тактический альянс, странное слово, но, по сути дела, это те дополнительные люди, те дополнительные инструменты, которые вам нужны в вашей лодке с викингами. Это, например, кузнецы, которые вам куют броню, ткачи, которые вам шьют паруса. То есть те дополнительные люди, те дополнительные смежные области знаний, которые вам помогают достигать что-то. Здесь идея примерно следующая, что когда вы начинаете заниматься какой-то профессией, вот вы не занимаетесь только ей. Если вы работаете в информационной безопасности, допустим, в инхаусе занимаетесь безопасностью банка, например, вам все равно придется взаимодействовать с другими подразделениями. Подразделения IT, подразделения риск-менеджмента, HR, руководство компании, ну и так далее. И чем лучше вы будете их понимать, чем лучше вы будете считать финансы, чем лучше вы будете понимать, как работает IT-подразделение, как построены его процессы, как лучше, как построены, знаете, финансовый учет, управленческий учет в компании. Если вы разбираетесь в этих навыках, вам проще с ними коммуницировать. Эти навыки дают вам возможность с ними вообще какое-то общение, не знаю, в курилках продолжать. Это дает вам возможность говорить с ними на одном языке и быстрее добиваться своих целей. Я как специалист по информационной безопасности, вот я обратил внимание, что я очень резкий скачок сделал в своем профессиональном развитии, в том числе и который выражается в моей зарплате, когда я начал, например, помимо информационной безопасности заниматься, изучать процессы управления IT. То есть я занимался информационной безопасностью, внедрял там процессы, там 27.001 и все дела. Понял, что у меня не хватает знаний, я ушел в IT, ушел в ITSM, и это мне очень сильно помогло. Отдельно я занимался консалтингом, соответственно, у нас было очень много проектной деятельности, и я начал изучать вопросы управления проектами. То есть я там перечитывал PMBOOK, сдавал сертификацию по нему российскую, шел вот в это направление, управление проектами, которое в принципе для безопасности является параллельным. Но однако эти знания, эти навыки, эти умения, которые я в этот момент приобрел, они как бы очень хорошо синергетически помогли мне развиться, ну как бы как специалисту, как некому тимлиду, как некому руководителю, в том числе подразделения. Сейчас я опять-таки являюсь экспертом по информационной безопасности, но я параллельно начал проходить довольно большой курс, связанный с управлением продуктом в IT. Курс преподается во фри, это такой классный такой стартаперский курс со смузи, где все сидят с макбуками. Просто я сейчас работаю вендоре, у нас основное наше деятельность, на чем мы зарабатываем мои деньги, это производство продуктов по информационной безопасности. Соответственно, я являюсь неким техническим евангелистом, экспертом, соответственно, чтобы мне лучше понимать свою работу и лучше делать, мне бы хотелось, я сейчас прокачиваю эти навыки, я занимаюсь тем, что изучаю о том, как продукты создаются, для чего они создаются, ну, IT-шный продукт, условно, мы разрабатываем ДЛП-системы, соответственно, я должен понять, как он формирует этот продукт, как он программировать, какие люди включены. И вот я изучаю вот эту параллельную область. Это не информационная безопасность, на некий параллельный блок, но который мне, я надеюсь, в дальнейшем позволит сделать очередной некий качественный скачок. Соответственно, в любой отрасли есть какие-то смежные тематики, которые всегда пригодятся. Если вы, не знаю, занимаетесь любую деятельностью, управлением проектами, это всегда классная вещь, поэтому очень полезно, как я считаю, заниматься некими параллельными отраслями. Не очень глубоко хотя бы иметь общее представление, это развивает вас как специалист, позволяет вам находить слова для ваших друзей из других подразделений и правильно выполнять свою работу. Ну и порой какие-то выдает вам новые инсайты. Нашел замечательный отчет компании ИСАК. Это, кстати, вот компания, которая делает классные сертификации и, в принципе, является серьезной международной организацией по информационной безопасности. Очень рекомендую на ее сайте побывать. В отчете было много всего. Для этой презентации я выбрал буквально один слайд. и, соответственно,oddsysm.com. Идея в чем? Вопрос задавался большому количеству специалистов IT и информационной безопасности. Ну, в основном все те, кто имеет вот эти вот многозвездные сертификаты, типа ЦИСМ, ЦИСА и так далее. Вообще, как бы чего не хватает, ну как не хватает вообще навыков специалистам по информационной безопасности. И обратите внимание, что технических навыков, именно хард-скиллов, не хватает всего лишь не самая большая полоска. Больше всего говорят, что специалистам по информационной безопасности, практикующим, не хватает понимания бизнеса. То есть как бизнес строится вообще, почему у него строятся такие процессы, и вы тут своими политиками по информационной безопасности, сейчас все остановите, все поломаете. И вопрос, связанный с коммуникациями, именно с теми софт-скиллами, когда вы можете правильно преподнести свою идею, правильно участвовать в переговорах, правильно работать с информацией, тоже является большой проблемой. То есть обратите внимание, что это очередное подтверждение того, что моя концепция лодки классная, говорит о том, что надо не только развивать технические скиллы, это первые две буквы в концепции BOT, но еще заниматься развитием коммуникейшн и пониманием бизнеса. Вещь важна, опять-таки, если вы хотите зарабатывать сотни тысяч долларов, и быть крутым специалистом уже на международном рынке, то это вообще обязательная вещь. Что самое интересное, что даже современные стандарты по информационной безопасности, по управлению IT говорят, что ребята, обычных навыков технических вам уже не хватает. И даже в довольно свежем стандарте, в обновленной версии Кобит-5, много говорится о том, что специалисты, которые занимаются вопросами управления, в данном случае IT-инфраструктурой, IT-процессами, там есть отдельная книга по безопасности, должны помимо всего прочего обладать хорошими знаниями и навыками, и об этом в явном виде пишут тот перечень, который дает 5-й Кобит для хороших специалистов. На моей практике это, в принципе, первый стандарт, первая лучшая практика мировая, которая в явном виде говорит, что ребята, технические скиллы, это все хорошо, понимание методологии, все классно, но вы должны обладать системным мышлением, вы должны правильно заниматься управлением своего времени, и эти навыки вам тоже пригодятся, прокачивайте их, пожалуйста. Вот такой перечень. Старенькая книжка мистера Кови. Дядька был очень крутой, на мой взгляд, причем он написал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», которая является классикой. Книгу читать не рекомендую. Она очень большая, очень водянистая, там как бы идей правильных очень мало. Видимо, в дальнейшем он как бы одумался, либо он решил, что одна книга есть, она популярна, давайте сделаем денег еще. И он написал укороченный вариант, называется «Семь навыков эффективных менеджеров». А вот ее уже рекомендую почитать. Она будет примерно раз пять короче первой книжки, но про то же самое. И заточена, так скажем, для менеджеров, для управленцев, вообще как бы для людей, которые будут эффективны в современном мире бизнеса. Чаще всего, когда спрашивают, какую книгу вы читаете по бизнесу, Кови называют практически все. «Семь навыков высокоэффективных людей», да, конечно же, читал. На второй вопрос, который звучит так, какие навыки вы вспомните, обычно никто не отвечает. То есть обычно книгу читают, она же как бы бестселлер, давайте ее прочитаем. А вот навыки уже, к сожалению, потом, так как книга большая и водянистая, вспоминаются уже с трудом, и обычно никто не вспоминает. Навыки очень простые. Как бы я здесь их перечислил, то есть будьте проактивны, то есть начинайте делать, самостоятельно придумывайте себе задачи, берите на себя личную ответственность. Начинайте, представляя конечную цель, то есть когда ставьте смарт-цели, ставьте правильные цели и понимаете, к чему вы идете, какой результат вы хотите получить от той или иной активности. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала, то есть стандартный принцип Паретто. Делайте важное впереди, а не важное потом. Это вот такие условно первые три базовых блока, связанных с некой постановкой цели и с личной работой. Затем идет блок, связанный с коммуникациями. Это значит, думайте в духе выиграл-выиграл, когда вы взаимодейству с другими людьми, делайте так, чтобы им было хорошо и вам было хорошо. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым, достигайте синергии. И последний навык, который дает дядюшка Кови, это затачивайте пилу, то есть постоянно совершенствуйтесь, понимаете, что вы делаете хорошо, делаете еще лучше, пробуйте разные стратегии, выбирайте из них то, что работает, обучайтесь, читайте книги и будьте большими молодцами. То есть мне очень нравятся эти навыки, в принципе классика классикой, но вот если читать лениво, почитайте вот эту книжку, она короткая, она прям совсем маленькая-маленькая, рекомендую. Выборка навыков, на мой взгляд, проста, но очень хороша. Но мы же как бы показываем мою личную концепцию, которую я сам придумал, я не мог не сделать так, чтобы какие-то свои навыки как бы показать. Раз, некая концепция лодки, вот эта концепция викингов, которые плывут к своей цели. Если уж мы говорим про команду, давайте в команду тоже наберем те навыки, которые нам необходимы. Первый блок навыков – это все, что связано с тайм-менеджментом. То есть это большой блок всего навыков, техник, технологий и средств автоматизации, которые вам могут помочь и пригодиться, чтобы правильно планировать свое время, не забывать задачи, вовремя позвонить маме, бабушке, поздравить с днем рождения, выполнить ответственную задачу, которую поставил перед вами шеф, купить молока в магазине, если вы проходите мимо, ну и так далее. Тематика можно копать довольно много. Первый блок. Второй блок – это все, что связано с личной ответственностью, проактивностью, вообще лидерством, ситуационным лидерством и так далее. То есть как бы быть классным человеком, который может стать у руля какой-нибудь активности и довести дело до конца и, мимо всего прочего, еще кого-то за собой повести в этой ситуации. Третий блок – это все, что связано с работой с информацией. Отдельно я сюда выделяю майндкарты, что это такое расскажу чуть позже. Четвертый блок – это все, что связано с пониманием стейкхолдеров, тех лиц, которые могут влиять на ту или иную ситуацию. И опять-таки работа с ними в парадигме win-win, выиграл-выиграл. Блок, связанный с нетворкингом, с построением связей, с выстраиванием каких-то безличностных взаимоотношений. Ну и последний тоже оставим, как у Коби, затачивайте пилу. Развивайтесь, совершенствуйтесь и будьте большими молодцами. Тайм-менеджмент штука довольно большая. Книг написано десятки, если не сотни. Я не знаю, по тайм-менеджменту, то книг, наверное, 40-то прочитал. Может быть, даже побольше. Выделили, наверное, первые три, которые, наверное, больше всего были полезными, из которых лучше всего начинать. Это вот наш друг, россиянин Архангельский. Это, значит, Дэвид Аллан. И вот эта книга, по которой вроде как работает Microsoft и бывшие его разработчики. Можете начать с этих книг, на мой взгляд. Там будет много воды, будет много чего ненужного. Но если вы из них возьмете хотя бы какие-то пару идей и заметок, которые могут вам привидеться в жизни, то будет как бы очень хорошо. Если вам дать буквально одну идею по тайм-менеджменту, пусть будет вот примерно такая. Вы должны четко понимать, какая деятельность является важной, какая неважной. Даже добросовестно выполнено пустяковое дело не перестает быть пустяковым. Даже если вы потратили на него уйму времени, оно не становится ценнее от этого. Вы должны четко понимать, какое дело является важным, а какое неважным. Хорошей идеей является то, чтобы выискивать в своей деятельности те дела, которые делать не надо. Те дела, которые поглощают ваше время и не ведут вас ни к чему. И периодически от них отказываться. Вещь, на мой взгляд, крайне полезная. То есть принцип парета, если вы его освоите, чем лучше вы его освоите, тем будет вам проще выбирать между делами. На этой картинке представлены, наверное, те инструменты, которыми я чаще всего пользуюсь. Значит, у меня iPhone и у меня Apple Watch. Значит, инструменты, которые чаще всего используют. Значит, стандартный календарь. Там у меня все дела записаны, которые привязаны четко по времени. Заметки. Ну, туда записываю все, что в голову взбредет, чтобы это не запоминать. Туда вообще что попало. Часто пользуюсь диктофоном. Особенно, если какие-то серьезные переговоры не позволяют пользоваться диктофоном, либо это какие-то учебные материалы. Ну, стандартный, значит, iBooks. Вот. Три, наверное, редких приложения. Первое приложение OmniFocus, к сожалению, жутко дорогое. Но это такая здоровенная махина, которая позволяет перелопащивать весь список задач. То есть все задачи я скидываю туда. То есть, например, мне там босс говорит, типа, Андрей, надо к такому-то числу сделать такой-то отчет. Я сразу себе закидываю туда, как задачу. Надо там что-то купить. Ну и так далее. Оно автоматически синхронизируется с приложением на часах. И, в принципе, на часах я могу посмотреть, сколько задач у меня на сегодня, какие там подмечены флажком, как важные, сколько лежат в инбоксе, сколько скоро начнутся, и посмотреть, какая конкретная задача прямо на часах. Ну, то есть, например, это вот было где-то я в августе готовился к презентации в Барнауле. Мне надо было там залить презентацию на флешку, взять с собой квадрокоптер на корпоратив. У нас там был летний корпоратив компании, надо бы квадрокоптера не забыть. И, как бы, я вот в этом приложении записываю все свои задачи. Значит, следующее приложение – это, по сути дела, дневник. Я туда стараюсь ввести все какие-то серьезные свои достижения, которые я там, ну, там, делаю. Называется Day One. То есть, некий дневник, в который я записываю, что, как бы, вот сегодня я сделал там, какой-то достиг, сегодня занимался спортом, сегодня там проплыл в бассейне полтора километра. То есть, некий такой быстрый дневник, который я записываю, там очень легко ставить теги и смотреть, какой ты был молодец раньше. Третье приложение – Pomodoro. Значит, оно мне сильно помогает, когда мне надо что-то сделать, но так ленивый, и постоянно что-то отвлекаюсь. Это, по сути дела, простой таймер, который отсчитывает время 25-минутными элементами. Ты его запускаешь, и как бы 25 минут ты занимаешься четко одной задачей. Ну, там, например, подготовить отчет для руководства, собрать информацию по какой-то задаче, не знаю, сделать там звонок, обговорить какие-то вопросы, составить протокол совещания. Соответственно, 25 минут проходит, это приложение, как бы, отзванивается тебе, ставит, следующий таймер запускает на 5 минут, и 5 минут ты отдыхаешь. Через 5 минут опять идет таймер на 25 минут, и таких циклов идет 4 штуки, после этого 15 минут. То есть идея в следующем, то есть ты 25 минут непрерывно работаешь над задачей, потом 5 минут отдыхаешь, там, чайку заварить, там, размяться, встать, там, не знаю, телефон проверить, и потом опять 25 минут фокусируешься. Позволяет фокусироваться и позволяет стартануть, если даже, как бы, что-то лениво, постоянно что-то отвлекает, штука очень хорошая. Тоже неплохое приложение Strayx для введения учета задач, так скажем, которые вы должны делать в течение дня, ну, условно, некие привычки, формирование привычек. То есть там у меня, например, забито, там, спорт, то есть как бы, что я в день должен заниматься спортом, наверное, зато на 30 минут. Там у меня записано, там, чтение книг по ГО, я сейчас занимаюсь ГО, играю в эту игру, соответственно, у меня одна задача есть, там, один раз сыграть в ГО в течение дня, и одна задача, там, в течение дня, там, почитать книгу про ГО, либо порешать задачи по этой игре. Ну и так далее. То есть оно позволяет контролировать и ставить себе, как бы, галочки отмечать, те привычки, которые вы хотели бы формировать. Туда можно что угодно записывать, там, не знаю, погулять с собакой, заняться спортом, меньше пить, больше пить, читать книги, не читать книги, там, не смотреть телевизор, там, не знаю, не использовать социальные сети, там, все что угодно. Очень удобное приложение, ну и так далее. Это приложение для хранения паролей, это приложение для просмотра видео офлайн, это приложение для управления контактами, это заметки, я, кстати, сейчас почти перестал пользоваться стандартными, это для RSS, это документы хранятся у меня там, плюс синхронизируются с дропбоксом, твиттер, ну, просто твиттер, я читаю новости в нем в основном, и бизнес-карфт-ридер, это управление визитками. Мои стандартные приложения, как бы, они мне помогают очень сильно управлять своим временем и, как бы, сокращать те или иные процедуры. Майн-карты, как бы, майн-карты, про майн-карты обычно никто не знает. Майн-карты были для меня откровением 2007 года, я с ними познакомил Алексея Бугрова, за что ему огромное спасибо. То есть майн-карты – это идея очень правильного представления систематизации информации. Вот майн-карта сама по себе выглядит вот так вот. Вот это майн-карта о майн-картах. То есть, как бы, на этой майн-карте показано, что такое майн-карты, для чего их использовать, как их правильно делать и так далее. У меня есть большая презентация в блоге, что такое, там же есть запись вебинара. Значит, идея проста. Для того, чтобы лучше запоминать информацию, ее структурировать, вам желательно ее представлять в том виде, в котором мозг ее может правильно воспринимать. Причем использовать и левое полушарие, и правое полушарие. Значит, использовать то полушарие, которое ответственно за логику, как бы, вся майн-карта, она такая структурированная, у нее четкая иерархия и связи. И то полушарие, которое отвечает за, скажем, некую эмоциональную составляющую, за творчество и так далее. Именно для этого в майн-карте используются разные цвета, картинки и так далее. Значит, штука очень полезна, она позволяет систематизировать большие объемы информации. Она позволяет делать такие красивые майн-карты, и за счет этого очень хорошо эту информацию запоминать. В виде майн-карт очень удобно писать конспекты, писать протоколы, делать отчеты и вообще разбирать любую информацию. И как бы майн-картами я пользуюсь даже чаще, чем пауэрпойнтом и доковскими файлами. Потому что как средство работы с информацией, запоминаний, структурирования и вообще разбора чего-либо, прям лучше не придумаем. Посмотрите у меня в блоге более подробно, если хотите, можете почитать, как бы есть и книги, здесь они тоже приведены. Использовать майн-карт очень серьезно мне помогло в работе с информацией, и как бы очень рекомендую, если вы с этим не знакомы. Обычно с майн-картами не знаком никто, поэтому вас это будет приятной техникой. Ну, последняя идея вот этих шести блоков – затачивать пилу, как я уже говорил, будьте тем человеком, который развивается. Есть такая замечательная поговорка, я, в принципе, с ней полностью согласен, что у бедных людей большие телевизоры, у больших людей большие библиотеки. Вот буквально недавно я избавился от второго телевизора. Один телевизор все-таки у меня остался на всякий случай, у меня к нему подключен PlayStation. Мне подарили в этом году PlayStation 3, но у меня, к сожалению, нет времени, и современные игры на PlayStation съедают слишком много времени, которое я не могу позволить, не пошло у меня. Вот остался один телевизор, а второй телевизор я буквально недавно отдал, а книжных полок у меня довольно много. Топ-10 книг, которые, наверное, больше всего мне помогли в жизни. И как бы с чего все началось? Вообще, как бы первая книга по личному развитию была вот эта. Мне ее в свое время порекомендовал Алексей Никитенко, за что ему огромное спасибо. Книга простая, написана островным языком, вот, про то, как бы, как отличаются люди, те, которые там достигают чего-то, и те люди, которые не достигают чего-то. Замечательная книга вот по менеджменту, то есть меня сегодня спрашивали вообще, с чего начать про управление. Вот книги Тарасова, в частности, это как бы они хороши про именно про такие серьезные менеджерские решения, про правильные стратегические решения и тактические. Прямо крайне рекомендую. Убеждая и побеждая, замечательная книга про аргументацию. Книги, которые я рекомендую, здесь их было довольно много, штук пять, в принципе, я в своем блоге веду обзор тех книг, которые мне нравятся. Там сейчас более ста книг. Там есть, кстати, обзор довольно редких книг. Например, там есть обзор методички МВД России по расследованию компьютерных преступлений. Она редкая вещь, ее можно получить только в библиотеке МВД, либо по знакомству. Там есть небольшой обзор и материалы из нее. Я очень люблю различные большие праздники. Новый год, майские праздники и так далее. Потому что в это время я обычно могу взять с собой куда-нибудь на дачу большую охапку книг и их читать. Буквально на этих майских прочитал несколько книг. Одна из этих книг была вот такая. Техника быстрого чтения 1983 года. Купил в букинистическом магазине, зашел по приколу, взял несколько книг, оказались очень неплохими. Я прочитал буквально в прошлое воскресенье. Там было много чего интересного про технику быстрого чтения, однако обратил внимание на следующий факт. С цитатой привожу. В современных условиях удвоение объема информации происходит каждые 10-15 лет. Объем же знаний удваивается каждые 50 лет. Таким образом, в обществе всегда циркулируют огромные потоки явно избыточной информации, не содержащих новых знаний. То есть информация удваивается каждые 10-15 лет. Так, по крайней мере, думали в эпоху отсутствия мобильных телефонов и неразвитого интернета. То есть я этой идеей заинтересовался этой цитатой, решил, что в современных условиях это не так, и решил посмотреть актуальную аналитику. Нашел два отчета. Значит, все ссылаются на отчет 2011 года, и буквально на днях IDC представил обновленную версию этого отчета о том, сколько вообще данных циркулирует в мире на данный момент. В 2011 году они говорили, что идет 1,8 зетабайта, это 1,8 триллиона гигабайт данных в мире, при этом они удваиваются каждые два года. То есть не 10-15 лет, как прогнозировали наши советские ученые, а каждые два года. Вот в новом же отчете они говорят, что как бы, нет, что-то как бы удваиваясь раз в два года как-то не пошло. Вот мы, значит, скажем, что к 2025 году составит 163 зетабайта, а сейчас в 10 раз меньше. То есть сейчас условно 16 зетабайтов на 2017 год. Объемы данных в мире. Чтобы понять как бы величину этой цифры, тоже покопался во всякой аналитике, было довольно сложно. Есть две замечательные цифры. Два числа. Сколько песчинок есть на пляжах всего мира и сколько капель есть в водах Мирового океана. Эти цифры довольно сильно разднятся от источника к источнику, но порядок примерно соблюдается. Так вот, значит, вот это количество информации, которое сейчас обрабатывается в мире в байтах, оно уже больше, чем количество песчинок на всех пляжах Земли, но еще пока меньше, чем количество капель в водах Мирового океана. Это говорит буквально об одном, что для специалистов в области IT, для специалистов по информационной безопасности идут новые вызовы. Надо такие потоки данных, потоки информации как-то обрабатывать, как-то хранить. Вот эти отчеты IDC, они о том, что надо хранить такие большие потоки данных, как с этим делать. Ну и там же довольно в этих отчетах много уделяется времени вопросу информационной безопасности. То есть данных становится все больше и больше, безопасностью их надо заниматься. Соответственно, без работы специалисты по информационной безопасности не останутся, работы хватит на всех, и на нас, на вас в том числе. С чем я вас и поздравляю. Спасибо за ваше внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ